Это события, которые на всех очень сильно повлияли, заставили поменять место жительства, профессии и сделать серьезный выбор в своей жизни, где мы, с кем мы и чем мы дальше занимаемся. И то есть, как все, до одного, кто здесь участвовал, это люди, которые активировались после 2014 года, вот реально, как художники. Здесь приняли участие из известных художников, это Петро Антип и Роман Минин. Ну, они просто предоставили свои работы. А вот в резиденции участвовали Сергей Захаров, Дмитрий Коломойцев, Денис Адушкин, Алан Мейер, Николай Берючинский, Александр Жентимиров, фотохудожник. Этот проект был поддержан Украинским культурным фондом. Очень много людей подходят, общаются с нами. Многие спрашивают, хотят купить. Вот, многие спрашивают про смысл. Это завод в Авдеевке, на въезде в Авдеевку. И это картина работы Алана Майера, о которой я упоминала. Это художник из Германии, который с 2015 года проводит арт-резиденцию, диффузию в нашем регионе и вывозит детей как раз из Авдеевки, в Марьинке. Дети к нам заезжали в Бахмут, в мой арт-центр, один день провели там. Это были дети как бы очень осознанные. Удивительно сейчас, что происходит. Это болезненный процесс, но одновременно это какое-то выздоровление от этого забытья. Меня зовут Дмитрий Коломойцев, я художник. Из Киева, родился в Донецке, путешествовал с семьей, потом вернулся, получил повестку и попал в 92-ю окрымую механизованную программу. Я не знаю, у меня после войны началось творчество. Там надо было или сойти с ума, или как-то себя попытаться применить. У модели есть имя, модель зовут... Мануча. Мануча. Похож, похож. Здорово. Вот, модель идеальная вообще, потому что он стоял как, ну, редкие модели вообще, ну, на такое способны. А какую ассоциацию у вас вызвал с тонкой красной линией грузинский флаг и почему? Новый символ и это уже, ну, как бы, прям, уго-го, что-то другое. Ну, типа, с другими, как бы, ну, вкраплениями вот этого всего. И тут такая, типа, Украина-грузинская дружба. Это правильно. Вообще, грузины символизируют что-то хорошее, ну, типа, и радостное, да. Пусть у них будет все хорошо. И у нас будет хорошо, и у них все. Звучит шикарно. Меня зовут Олександр Джантемиров. Вы привезли сюда свои работы? Да, это святлины, ну, отбитки. А это святлины также Донбасса? Да, это Лисичанск, это, ну, какая-то казарма была 110 роков. Тому, Бельгийская. Эти дети, местные дети, они живут в Лисичанске, ходят в такой красивый лицей, и он в хорошем состоянии, в отличном. Вот, и еще 110 лет простояло, и еще 320 простоит, и 500. Ну, а там промзону, например, почти все разрушили, больницу все разрушили, Бельгийская, очень все красиво. Меня зовут Юлия Шумейко, я киянка, но уже 21 лет я живу и працюю в Празе, в Чешской репродукте. И в мене, в центре города, есть приватная галерея, и я концентрую себя на продаже украинского мистеца. Я привезла коллекцию, коллекцию 60 работ от разных украинских художников, которых я представляю в Празе. Моя думка така, украинское мистецтво уже давно в святі відомо. За свои 20 лет работы я продала набагато больше, чем 5-6 тысяч работ украинских авторів. Тобто люди знают, люди хочут, люди в конце концов платят за это деньги, и не очень маленькие. Поэтому я думаю, это действительно успех. Может, про это не очень знают в Украине, но я про это знаю на 100%. Ну, по-перше, это школа. В нас их несколько. Я сейчас не буду отрезать одну от другой, но все живописные школы в нас очень сильные. А люди, которые понимают, что такое мистецтво, они это просто видят. Потому что это же визуальный ряд. Ну, это первое. Ну, а второе. У нас тоже много талановителей против. ПОДПИШИСЬ НА ПОДПИШИСЬ НА КАНАНОМ ЯЗЫКЕ Я Надя Галабурда. Я родилась в Пельгии, в мистецке Кенку. Переїхала в 1985-му році до Мюнхену. И до того, я сейчас живу в Мюнхене. Я бачу тут рушники, вишиванки. Это все ваша творчость? Ну, не только моя творчость, моих сестер також. Деякие вещи нашей мамы. И благодаря ней мы, фактически, начали нашу коллекцию також. Самые творим реплики украинских надобных строев. Кучная работа, старовинные вещи, то что мы купим, а мы работаем обоих. Так что мы не можем строить, и мы не можем много времени так вишивать. То мы вечерами, а на вихідних вишиваем. Я всегда говорю, что песенка и вишивка, орнаменти, есть такие самые. В Схидной Украине только квиты, дерево, листья. Захидная Украина, ромбы геометрические. И так можно распизнать от руки. Меня зовут Яна Гудзан. Я художница из Львова. Я представляю проект «Берегиня» в рамках «Украинского тижня мистецтва». В этот раз я привезла частину этого проекта, чтобы представить его в Европе. Для того, чтобы показать наше автентичное поколение наших бабусь, наших берегинь. Поэтому проект как раз и называется «Берегиня». Потому что наши бабушки – это последнее поколение, которое берет українские традиции, українские песни, украинскую культуру. И наше поколение уже не будет таким, то уже исторично обумовлено. Мы больше глобализованы, мы больше уже стаем схожи на европейцев. Как эти образы взялись? Жизнь. Я просто вижу этих бабусь навколо. Я их помечаю. Потому что общество часто их не помечает. Вони невидимые. Вони незручные. Вони, может, кого-то ратуют. Но для меня этот шлях трансформации, неприятие, роздративание, нерозумение перейшло в тотальную любовь и захопление. Потому что этих бабусь не больше у света нет. Они абсолютно уникальные, украинские явления. Консервативные традиции, держались на них. И когда они уничтожают, наша семья понимает, что уничтожено какое-то ядро. А эта бабушка, она критична? Она критична, да. Да? Да. Это такая история про бабусь, которая во время пандемии очень нервирована этим всем. Она в маске, в рукавиках. И бабушки вошли в таку критичную, скажем так, группу ризиков. Групу ризиков. Під час пандемии. И тому в меня... Ну, это она просвечивает поглядом всех. Она поглядом всех просвечивает, кто не имеет защиту. Это было минулого года. Они были очень скучны карантином. И бабушки смотрели на всех, кто без масок на улице ходит. Очень суворо, как они повышали вирус. А я вижу, тут целый цикл, правда? Да, это целый цикл. И все они в масках? Да, да. Заход. Я Денис Барбион. Я Белгий. Я живу в Бруч, в этой очень магической городе, уже четыре года. Это удивительно. Это очень впечатляет. Я думаю, это очень интересное для нас, чтобы открыть дверь к искусству, к искусству, к искусству, к искусству, к искусству, к искусству в Украине. И это невероятно, фантастически красиво. Это было впечатляет. Это Леся Корсак, руководитель и партнер Музею Существенного Коринского Мистерства Корсаки. Это один музей. Музей, который включает в себя много меньших музеев, но все собрание в одном месте. 7,5 тысяч квадратных метров в музейных площах. Мы за фахом не художники, мы лекарь за фахом, но мы, не знаю, откуда этот потяг до мистерства, где-то с глубины, но оно у нас шло давно, и у нас вошло так, что дома виявилося много чудових работ. И таких работ, которые не интерьерными, которые не интерьерными, которые не интеллектуальными, высокое интеллектуальными, которые именно для галерей и музеев подходят. Идет самим про сучасные мистерства Украинские. Вы понимаете? У нас сумка аббревиатура, которая самая расшифровывается. Музей сучасного Украинского Мистерства Корсаки. Мы стыкнулись с этим, что у всему святе каждая нация за себя дбает и за своих художников. А нашими художниками они какие-то ображенные, ними никто не занимается. Мы решили, что мы только украинским мистерством занимаемся. До нас много вертается, особенно при Балтике, Польше. Это очень много поселений Белоруси. Мы их всех любим. Мы понимаем, что это очень качественные, высокосинные художники. И мы берем на себя таки, что если это будут проекти с закордонными художниками, они будут только спальными, с украинскими, чтобы показать, что Украина идет в том же направлении, в котором идет весь мир, в котором идет Европа. Мы не только нация, которая может похвалиться, что умеет танцовать, спевать, вишиваться, как Кличко в боксе, и в футболе себе пропагировать. Мы не только нация высококультурная, высокохудожная, с глубокими коренями, с глубокими традициями, которые нужно выяснить и показать всему святу. И мы очень современная нация, которая не похожа на европейское и американское. Второе, что мы очень сакральная нация, мы очень верующая нация. Такая верующая нация не убивает никакой. Поэтому эта сакральность у нас отсюда проступает, потому что как то не руйнують церкви, и то все не циво, воно всюди есть. И кроме того, украинцев очень позитивная нация, очень спевучая, очень танцующая, очень эмоциональная нация. И колористика украинских картин, она ни на что не похожа. И вот эта колористичность, воно такое, что это объединение украинских картин, воно ворвается. И тут, в Бельгии, я пометила, мы впервые находимся в таком центральном месте, в Брюге, центр Европы. Тем более, центральное такое место, это их святение. Тут очень много людей, они очень интересуются. Энергетика есть, и оно подобается. Тобто, украинское мастерство абсолютно конкурентоспроможное. Воно мае право на свой голос, на своё место. Но это место надо выбирать. Потому что Украине ніби багато роков. Ну, державе Украины 30 лет. Ну, треба шукати, знаете, с розумом, мати мету, идти вчитися в других мудрых нациях, в таком, как Бельгийцы, как они свои любят, как подают. Мы только что были в историческом музея и видели, как они это умеют представить на современном уровне. И нам так же, что надо учиться делать, надо идти в Европу, надо идти в Америку, надо идти в Австралию, в Азию, и остаться украинцами, потому что, понимаете, надо себя идентифицировать от других наций, тогда тебя все будут поважать. Если мы через столько лет, через столько войн все это пронесли нашу культуру, нашу кухню, наше мастерство, и мы выжили, значит, мы действительно нация великая, и будем в будущем нации, только мы очень молодая нация, которая переживает период становления. Надо понимать, что мы очень молодые, как нация, и период становления сейчас тревает, и его надо делать всем, иначе ничего не будет. Я так понимаю, что вы привезли сюда разные картины, правда? Да, мы привезли 43 работ всего, сколько поместил наш бус, но мы хотели показать, что разные регионы Украины имеют свое мастерство. Украина – очень большая страна, Бельгия – небольшая страна, Украина очень большая. А это что мы видим? Что это такое? Каждый регион имеет свое мастерство. Тут мы находимся в Захидном регионе мастерства. Например, моя одна из любимых картин Василий Бажай. Это не феография, не актуальное мастерство, но оно настолько вражающее. Тут поединение кольоров, фактури, всего, что у нас люди плачут около этих картин. Тут Петро Гулин. Это андеграунд украинства, который еще в 60-70-х годах творил именно такое мастерство, которое сидит в психолекарне, в тюрьме, которое даже москвичи, потому что там были на тот же время прогрессивные люди, врятовали просто от загибели. Но человек не было ничего. Вот здесь Микола Кумановский. У нас есть художественный мемориальный музей Миколи Кумановского. Он уже, на великое жаль, у нас два великих зала присвященных этому художнику. Он метафоричный реализм, свой стиль нашел. Ви видите, когда мы попадаем в этот регион, здесь столько светл, столько солнца, племен, певденное солнце, этот песок и солнце настолько очень совсем здесь декоративно-прикладного нет. Посмотрите, какой нежный Валерий Басанец. Тут просто тоненько. Это его скульптура Валерия Басанца. Насколько все пластичное. Совсем другая форма скульптура Валерий 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 Тольфовик 90 лет Валерий Я не могу сказать, что последователь Tai itive rad Валера Красной Валера Кала不via rom Купа людей с протезами. И кроме того, тут уже как дитинка, уже как робот. Но это на сучасную тематику, в ней очень много цифрового мистерства. Ема Андієрская, лауреат Шевченковской премии из литературы. Но никто не знает, что она художник. В ней около 17 тысяч картин. Ей знает весь мир. Америка, Австралия, Европа, Израиль, китайцы просто не выходят из нее. А Украина не знает о своем мистерстве. Кроме того, что она пишет сонеты, романи, но художник не менее значимый, чем письменник. Наша мета – створить музейную институцию на высшем уровне, которая изменяет минуле, рефлексует теперешнее и творит в будущем. Каждый может висловливать свои думки, висловливать свои впечатления. И этот музей живый, он постоянно изменится и должен быть современным. Этот музей должен стать каталогом изменений в обществе. И мы этого желаем. Я думаю, что свет также изменится, если он узнает правильно про Украину, про современное мистерство. Потому что для того, чтобы свет узнался, нам нужно голосно про себя заявлять и говорить. Когда начался локдаун, коронавирус, художник вообще малюет то, что он чувствует, что у него в души на тот момент. Это работы не типовые для меня. У меня цветы, пейзажи, украинская тема. Но мне хотелось бы написать серию «Цирк». Такое ощущение, что нам кто-то сейчас... Как марьеринетки. Как марьеринетки, так. Просто как подсумок нашей истории всей. Ваши впечатления от этого речной выставки? Первое. И по-друге, что есть шансы что-то подобное сделать на следующий год? Вражение неимоверное. Я счастлива, что это удалось. Действительно, проекты... Это лучшие мистерства на сегодняшний день. Найкращие художники. Я даже не мечтала, но меня нашли корсаки, попросили. И я счастлива, что это происходит. Мы показываем наиболее. Чи выйдет это на следующий раз. Я не уверена, что я соберу именно такую сборку. Это величезные проекты. Это величезные проекты.